Это именно тот самый момент, когда твое воскресенье абсолютно не такое, как у всех. Возрождение проекта 2108 Акула. Как говорил и писал ранее, огромная работа была проделана по нижней части автомобиля. В итоге установлена независимая задняя и подрамная передняя конструкция от компании Автопродукт, которую доработали именно под 2108 Акула, под наш проект. В итоге грядет череда доработок турбосистемы, системы выхлопа, доработка вентиляторов. Также по старому знакомству достались колловеры от Infinity. Если получится адаптировать эту систему, то будет стоять на проекте 2108 Акула. Как уже сказал, будет большой ряд доработок. Определенные части уже демонтированы. Несмотря на то, что подвеску поставили достаточно давно, ее еще даже не выставили, не сделали сход-развал. Огромное желание проверить все это в действии. Но сейчас будет доработка узлов топливной системы, доработка узлов электропроводки, как уже сказал, турбосистемы, воздушного охлаждения. Так как собирали мы этот автомобиль в 2011 году. И еще было недостаточно опыта для того, чтобы сделать все максимально корректно. Сейчас же один из немаловажных моментов – это ваша помощь, ваши подсказки. Какую систему кулера выбрать. Как правильно соединять пайпы. Отчасти есть понимание, что как можно меньше должно быть каких-то соединительных элементов в виде резинок. И желательно делать практически всю систему цельной. Для того, чтобы внутри не было потерь. Есть явное понимание, что и кулер для 1.6 на турбине великоват. И нужно поставить, наверное, в раза в два меньше. Очень старая выхлопная система, которая была сделана в 2011 году, однозначно требует доработки, в каких-то элементах требует полной замены. Ржавая ее часть – это элементы, которые были покрыты специальной лентой термоизициллионной, которая привела именно вот к такому виду трубы. Также будет изменение и замена охлаждения жидкости. Установка правильных масс. Доработка впуска. Как нулевого сопротивления, так и ресивера. В данный момент установлена вот такая заслонка. Также есть явное понимание, что заслонку можно попробовать поставить и большего диаметра. Правильно доработать все посадочные колодцы. Также есть система охлаждения масла двигателя. Отстойник. По опыту уже понимаю прекрасно, что изначально была установлена эта система неправильно. Также будут большие доработки. Уже большая часть проводки лежит и ждет своего финального часа. Так как вся проводка в этом проекте еще заводская. Прекрасно понимаем, что ее нужно заменить. Также нужен очень большой совет. Есть ребята, которые порекомендовали вот такое российское моторное масло. Если кто-то уже опробовал и понимает, что для турбомотора есть модификация масла у этой российской компании, которая нам на 100% подойдет, так как здесь будет замена всех жидкостей и масла в том числе. Соответственно, сейчас понимаем, что нам нужно выбрать корректное масло, корректную вязкость, исходя из нашего двигателя, наших модификаций. Ну и ребятам из Купер, большая просьба, свяжитесь, проконсультируйте. В будущем, если мы выберем именно вашу линейку масел на проекте 27.8 Акула, может быть и ваша реклама. Да, понимаю, что очень редко что-то показываем и рассказываем о нашем проекте. На самом деле у нас огромная череда изменений в нашем любимом деле. А как многие прекрасно понимают и знают, мы занимаемся полной переделкой автомобилей. И сейчас уже долгое время работаем с сегментом исключительно иномарок. Но это наша частичка, частичка нашей души, которая не покидает нас и которую мы не хотим оставлять. Соответственно, отдаем дань этому сумасшедшему проекту и продолжаем с ним работу. Я бы порекомендовал вам подписаться на наш YouTube канал. Все новые ролики с проектом мы будем публиковать в отдельном плейлисте. И совсем скоро именно на YouTube канале выйдет новость от нашей компании, которая потрясет для начала всю Россию, а потом и весь мир. Перед нами стоит огромная задача, к которой мы шли все эти годы. На сегодняшний день это уже 20 лет, которую совсем скоро мы презентуем и уже в ближайшее время реализуем. Всем до скорого!